В наноцентре прошло пленарное заседание 9-й Поволжской экологической недели. Участие в нем приняли председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, руководитель департамента лесного хозяйства ПФО Александр Арнатский, заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов и другие. Был представлен государственный доклад о состоянии окружающей среды Ульяновской области в 2018 году, который ляжет в основу экологического послания губернатора Сергея Морозова. Место для сегодняшнего совещания выбрано не случайно. Символичное место, которое мы выбрали для проведения данного мероприятия, данных круглых столов, данного обсуждения. Сегодня мы находимся в центре, наверное, одного из самых активно развивающихся индустриальных парков нашего региона. Промышленная зона заложена. Цифры радуют, доклады впечатляют. Гости региона готовы перенимать ценный опыт, но незамыленным взглядом видят и ошибки. Актуальность проведения данного мероприятия для меня более чем очевидна. Приехали поучиться, передать свой опыт и перенять опыт соседей. Если по лесовосновлению, по созданию новых лесов, нареканий к области нет, и уже на сегодня практически стопроцентный план по воспроизводству лесов выполнен, это более полутора тысяч гектар новых лесов создано. Осенью посмотрим, оценим качество их лесов, но практика показывает, что качество неплохое. С другой стороны, охрана лесов от пожаров. Здесь, конечно, нужно несколько отладить саму систему профилактики, систему реагирования на лесные пожары. Позитивный итог обсуждения – идея разработки ульяновским автозаводом специальной машины для лесничих. Если ее удастся реализовать, УАЗ получит большой госконтракт. А в плане экологии в регионе все хорошо. Во всяком случае, цифры, приведенные министром ульяновской природы, уверяют нас в этом. Редактор субтитров А.Семкин